МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Администрации муниципалитета состоялось очередное заседание Общественной палаты Ленинского городского округа. Основным вопросом повестки дня стало рассмотрение и утверждение кандидатов в консультанты-эксперты. Подробнее о встрече в нашем первом сюжете. В общественную палату обратились семь человек, которые приняли решение вступить в объединение как консультанты-эксперты. Для этого необходимо было подать письменное заявление. Как рассказал председатель Общественной палаты Ленинского городского округа Григорий Авдеев, Таким помощником может быть любой активный житель муниципалитета или кандидат, который был допущен к выборам, но не вошел в нынешний состав. Практически все консультанты прошли по разным группам для того, чтобы у каждой группы комиссии появилась своя дополнительная помощь и поддержка в лице тех людей, которые считают себя экспертными по тем вопросам. Практически все комиссии у нас появились по дополнительному помощнику. По вопросу утверждения кандидатов в консультанты-эксперты Общественной палаты решение было принято единогласно. Привлекать их по узким вопросам, скажем так, где комиссия, грубо говоря, не обладает определенными компетенциями и знаниями, а они, соответственно, могут в этих вопросах проконсультировать. Это как дополнительный помощник в работе Общественной палаты. Следующей темой для обсуждения на заседании стало ведение социальных сетей Общественной палаты. По этому вопросу выступила Юлия Пагасьян. Все вы где-то работаете, какие-то проверки осуществляете, на какие-то мероприятия праздничные, не праздничные, спортивные, не спортивные ходите. Отовсюду вы, отовсюду, пожалуйста, делайте фотографии исключительно горизонтальные. Также на встрече были рассмотрены и другие вопросы. В частности, организация Чемпионата Европы по мотоболу, который в этом году планируют провести в Видном со 2 по 8 августа. Наверняка понадобится общественность привлекать для того, чтобы популяризировать зрителей, привлекать волонтеров наверняка нужно будет очень много. Поэтому я надеюсь, что работа Общественной палаты и спортивных мероприятий очень даже нам пригодится. Мероприятие завершилось торжественным вручением почетных грамот членам Общественной палаты за участие в благотворительной акции «Неделя доброты и щедрости». Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Виднет-ТВ. В преддверии 23 февраля воспитанники Дома культуры «Буревестник» представили развлекательную программу «Аты-баты шли солдаты». На меня, на меня! Чуть-чуть легее, а теперь правее! И не только шли, но ехали в танки, брали крепость и устанавливали спецсвязь. Такую увлекательную программу с патриотическими нотками ребята из молодежного актива «Кактус Федор» Дома культуры «Буревестник» подготовили к грядущему дню защитника Отечества. Это просто необходимо. Это их делает более ответственными, сострадательными. Это как бы неотъемлемая часть для нас. И они с удовольствием это делают. То есть никто даже, несмотря на заполонение интернет-пространства тиктоками и другими какими-то веяниями, они ни разу, никто не сказал, что мы это делать не будем. Надо, мы сделаем. Причем, когда мы репетировали, они все гордо поднимали голову. Подготовка к празднику заняла всего несколько дней. Команда слаженная, ведь молодежный актив «Кактус Федор» существует уже несколько лет. И в этот раз, в дни каникул, компанию им составили совсем юные воспитанники ДК. Коллектив получился дружным, а веселый флешмоб под военные песни – патриотическим. Любовь к родине у меня выражается в каких-то, допустим, добрых делах, которые я делаю почти, ну, можно сказать, каждый день. А единственная в молодежной организации девушка пожелала парням быть сильными и смелыми. Я хочу, чтобы они, как бы, тоже гордились страной, в которой они живут, защищали своих родных, любимых. 23 февраля – любимый праздник не только у настоящих мужчин, но и у тех, кто пока только готовится стать защитником – у мальчишек. В детских садах к празднику проводятся занятия, на которых ребятам рассказывают о славных воинах России, об их подвигах. И это рождает еще больший интерес у дошколят. Мы побывали в детском саду номер 9 «Солнышко» на занятии, приуроченном к Дню Защитника Отечества. Подготовишки почти школьники. И образованы больше других воспитанников детского сада. Внимательно слушая на занятиях, они как губка впитывают знания о подвигах русских солдат в разные периоды истории. На кого бы ты хотел похожего быть? Сам. На Калашникова. Он сделал, он Калашников сделал. Не надо, чтобы переварежать 20 раз. А просто один раз делал и стрельнул. Иван Сусанин отвел врагов в лес, чтобы спасти будущего старья. Враги не смогли выбраться из болота, но Илья Сусанина убили. Суворов, он не проиграл ни одной битвы. Жуков был капитаном, герелом, генералом. Ему отдали три звезды. Про Калашникова, Жукова, Суворова и других героев Отечества ребята узнают на занятиях. Знаете, что Калашников, он даже не закончил школу. Талантище. Да? И как этот автомат помог нашим воинам, да? Он долго заряжался, как раньше. Да, он не долго заряжался, там было много патронов. А еще ребята готовят поздравительные открытки своим папам, дедушкам, старшим братьям. В торжественный день среди их близких не останется ни одного, кто бы не получил сердечный подарок. А у тебя кто-то в армии служил? Да. Кто, расскажи нам. Папа и дедушка. Впервые дедушка служил. Он был летчиком. Он рассказывал, что он прыгал с парашютом. Он моряком был. Он фотки показывал. Мой дедушка служил парашютистом. Он прыгал из самолета на парашюте. Папа был мой почти генералом. Гордиться своими близкими, своей страной, наверное, это самое главное, чему педагоги хотят научить детей. Ведь пройдут годы и настанет черед им встать на защиту Родины. В армию ты сам пойдешь? Да. А с кем ты хочешь быть? Каким воином? Где служить хочешь? Танкистом. Потому что прям ты сожаешься и можешь управлять и стрелять из була. Ну и это очень круто. Родина – это наша страна и вот эта семья. Солдат должен быть храбрым, сильным. Должен любить свою Родину. Меня радует то, что в программе дошкольного воспитания стоит вопрос патриотического воспитания. И уже начиная с детьми четырех лет, этот вопрос на каждом этапе возрастном рассматривается по-разному. Они знают рода войск, они знают, где служили их папы. Многие из них готовы служить на сегодня в армии и защищать свое отечество, в котором они живут. Выходила нами, Катюша, на высокий берег, на крутой. 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Однако не стоит думать, что это исключительно военный праздник. Это праздник и мальчишек, которые в будущем будут готовы постоять за честь Родины. В поселке Развилка прошел концерт «А ну-ка, парни». Участие в нем приняли исключительно юноши, обучающиеся в местной музыкальной школе. «А ну-ка, парни» – такое бойкое название носит концерт, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества в поселке Развилка. Конечно, сегодня все основное внимание приковано к виновникам торжества, а точнее к мужской половине школы. Выступающие показывают навыки игры на музыкальных инструментах и создают прекрасное настроение. Концерт «А ну-ка, парни» в школе искусств поселка Развилка давно стал традицией. Самый первый проходил еще в старом здании учреждения, шесть лет назад. Сегодня в программе 22 номера. Их объединяет не только тема грядущего Дня защитника Отечества, но и сами выступающие. Концерт «А ну-ка, парни» как раз для того, чтобы лучшие из наших мальчиков-музыкантов могли выступить в сегодняшнем концерте и продемонстрировать свои умения владения инструментом, владения голосом. И в сегодняшнем концерте и ведущий, и все номера будут исполнены только мальчишками. На сцене действительно лучший из лучших. Юрий Метелев, стипендиат губернаторской премии, может сыграть и сольно на гитаре, и с братом на фортепиано в четыре руки. Это идея мамина. Потом она возродилась у учителя, и мы занимались очень много. Были провалы, да, были провалы, но у нас получилось. На сцену выходят не только юные исполнители. Аккордеонист Данил Померанцев в следующем году будет выпускаться из стен родной школы. Его мечта – поступить в Академию имени Гнесиных. Он усердно работает над техникой и равняется на профессионалов. Я знаю Ришара Гальену, который учился у Астера Пьяцолы, аргентинского аккордеониста. Астер Пьяцолы сочинил известные мне, давайте, к примеру, два произведения, такие как «Облевион» и «Либертанго». Программа концерта разнообразна. Ученики вокального и инструментального отделений заставляют зрителей испытать весь спектр эмоций. Со сцены звучат и бойкие марши, и воодушевляющие песни военных лет, лиричные пьесы и душевные композиции народного творчества. В этот день каждый может найти себе музыку по душе. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Проект «Стихи живут повсюду» существует с лета 2019 года. На нашем телеканале вышло уже 20 сюжетов, где чтецами стихотворений стали люди, живущие и работающие в Ленинском городском округе. О том, кто стал героями нового выпуска, расскажет Дмитрий Книга. 21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода. Именно к людям этой профессии, своим коллегам, с предложением поучаствовать в проекте «Стихи живут повсюду», обратилась Наталья Замарина, методист историко-культурного центра. Моё глубокое убеждение состоит в том, что стихи живут, когда они звучат. Может быть, традиция семейных чтений, дружеских чтений, таких посиделок со стихами уходит в прошлое. Сейчас всё реже и реже встречаются такие компании, где спонтанно вдруг начинает звучать стих. Любой экскурсовод должен не только обладать необходимыми знаниями, но и уметь заинтересовать собеседника. Как правило, эти люди увлечены своей профессией и благодаря ей саморазвиваются и открывают новые горизонты. Конечно, ты идёшь к краеведам, конечно, ты с ними как-то общаешься, выверяешь. И у тебя складывается такая очень красивая картина, которую ты начинаешь потом с удовольствием рассказывать людям, потому что то, что ты знаешь сам, то, что ты добыл сам, это всегда интересно, это всегда занимательно, что называется. По словам Натальи Замариной, сегодня поэт не тот, кто пишет, а тот, кто читает стихи наизусть. В своём проекте она предлагает вспомнить произведения о любви, о природе и о нашей стране. Вот и на этот раз сотрудники историко-культурного центра прочитали композицию стихотворений Андрея Дементьева о России. Рассказать бы её, Россию, всю от неба до трав до дна, где найти мне слова такие, неизбывные, как она. Какое прекрасное имя Россия, мы с именем этим добрее и сильней, в нём ветер надежды и дни фронтовые, и шорох берёз, и печаль журавлей. В этом имени столько нежности и простора, и синевы, озорной молодой безгрешности, не боящейся злой молвы. Проходят года над моею страною, проходят года над великой судьбой, и если мы в жизни чего-нибудь стоим, то лишь потому, что мы сердцем с тобой. Над землёй пролетают птицы, это имя твоё струится, это имя твоё несётся из-под ласкового крыла, эта девушка из колодца синевой его пролила. Такое прекрасное имя Россия, она нам свой добрый характер дала. Всю жизнь об одном я судьбу лишь просила, чтобы вечная Россия счастливой была, чтоб во всей красоте и силе удивляла людей опять, показать бы её Россию. Ах, как хочется показать. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова